Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе хочу предложить в преддверии зимней рыбалки одну из приманок, которая будет напоминать нам ручейника. Огрузили свинцом. Крючок я взял номер 14, граб-шримп. Закрепил глазки. И давайте теперь будем изготавливать. Нить я возьму белую, так как мы с вами будем тело изготавливать из флуоресцентной нитки, вот такого вот цвета зеленого, который с тесьмы, обыкновенной тесьмы. И нам понадобится, ну насколько вы найдете маленькое, узенькое, тоненькое такое перо, чтобы мы могли выполнить обмотку по телу. Можно, допустим, выполнить значительно большим пером, которое большое, потом его подстричь. Больше таких материалов, которые будут нам необходимы, здесь не нужны. Закрепили нашу нить. И теперь аккуратненько стараемся подравнивать наш свинец. И учитывая то, что у нас будет производиться зеленой ниткой обмотка, подготовим наше тело. Подготовили с вами тело. Я закрепил у загиба перышко, которым будем проводить обмотку потом по телу. И закрепил нить, из которой мы будем сейчас изготавливать тело. Нам необходимо только лишь, вот так, учитывая особенность нашего тела, придать, пройдя нашей ниткой, форму нашему телу. Выполнили, изготовили вот такое тело из нашей нитки. Она у нас хорошо будет отражать свет. И теперь, перед тем, как мы будем обматывать нашим пером, нам необходимо с вами пройти лаком нашу флуоресентную нитку. Сильно не усердствуем, так как мы еще потом будем проходить перед намоткой пера. Совсем-совсем немножко, так, чтобы она пропиталась. И оставим, пока она будет немножечко подсыхать. Тело наше подсохло немножко. Теперь нам опять необходимо для того, чтобы мы не будем обматывать дополнительно ни проволокой, ни люрексом. Поэтому я еще немножечко добавлю нашего лака. Он хорошо подхватит наше перо. Ставим в дубное положение для себя тиски. И, как обычно, я, начиная с равным шагом, двигаемся до того места, где мы будем формировать нашу грудку. Приблизительно столько нам будет достаточно. Ставим опять в удобное положение тиски. Подхватываем перо. И остатки наши удаляем. Как я уже говорил неоднократно, если у вас по каким-либо причинам, допустим, нет пера, можно потом это все взять и культурно подстричь. Закрепим хорошо наше перо. И теперь нам необходимо с вами, здесь используя, я, вы уже неоднократно спрашивали, почему я не пользуюсь, допустим, такой пленкой, хотя она имеется в наличии. Дело в том, что полиэтилен по долговечности лучше, чем пленка, которая продается для изготовления нимф и всего остального. Вот я имею в виду вот такую пленку. Поэтому я сейчас изготовлю, а вы уже будете, хотите полиэтиленом, хотите этой пленочкой. Я взял, подготовил себе, по ширине подобрал, сколько мне необходимо пленки. Слегка ее подрезал для крепления на косую. И теперь нам необходимо здесь ее закрепить. Пленка у нас должна находиться строго сверху. Закрепили. Для того, чтобы обозначить лапки нашему ручейнику, у меня оставался вот такой остаток пера. Я аккуратно беру, подвожу к месту крепления нашего чехлика. То есть, меня приблизительно длина этих перышек вполне устраивает. И нам теперь необходимо изготовить грудку. Грудку я буду изготавливать, не используя, допустим, какие перо павлина можно. Но я буду использовать вот такой синтетический даббинг. Так как, учитывая то, что мы недостаточное количество добавили для привлекательности, не обматывали ни люрексом, ничем, поэтому я добавлю этот голографический блестящий даббинг. Слегка промазали клеем, чтобы закрепить окончательно нашу пленку. Как всегда, я беру совсем немножко, щепоточку даббинга, укладываю на нить до первого касания, до тела, вот так. И теперь начинаю формировать нашу даббинговую нить. Скрутили сколько нам необходимо, и формируем пышную хорошую грудку. Если недостаточно, добавляем еще. И нить нам желательно, чтобы наша вернулась к месту крепления чехлика. Убираем пока вот так немножечко даббинг. Берем теперь наше перо. Вымеряем, сколько, какое количество нам необходим обородок. Остальное убираем. Можно слегка увлажнив вот так пальцы, убрать оставшиеся обородки. И теперь нам необходимо вот так аккуратно, чтобы не повредить место крепления нашего пера, пройти даббингом до формирования наших глазок. Удаляем остатки пера. Аккуратно доматываем даббинг в районе глазок. И здесь оставляем нашу нить. Берем теперь нашу пленочку, которую мы с вами подготовили. Наклоняем ее вперед. Сперва я закрепляю ее перед глазками. Вот так. Перевожу нить за глазки. Переламываем теперь уже окончательно нашу пленку. И приматываем теперь здесь. Добавим на нить капельку клея. И сделаем завершающий узел. Закрепили еще дополнительно усы. И как вы видите, вот такой незатейливый ручейник, который круглый год можно использовать в поплавочной, в донной, с донным амортизатором. И практически в любой снасти. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.